Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рад вас видеть в хорошем расположении духа. И думаю, что все мы понимаем, что главный вопрос сегодняшнего дня, главный вопрос, который интересует граждан нашей страны, о том, в каком состоянии находится экономика, национальная валюта, как будет развиваться ситуация в социальной сфере в этой связи. Но вот я попробую очень кратко, несколькими предложениями охарактеризовать эту ситуацию, сказать, как я думаю о том, как она будет развиваться. После этого пресс-конференцию, в принципе, можно заканчивать. Сейчас большие дискуссии, как мы дотянули вот до этого часа. А так нет, так нет, так у нас будет лучше, невзирая на то, что становится все хуже и хуже, у нас будет лучше, будет. Только опять не сегодня. Только опять завтра, только завтра опять. Несмотря на все турбулентности на финансовом рынке, федеральный бюджет в этом году будет сверстан с профицитом. То есть, доходы будут превышать наши расходы. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, которые тоже уже никому не нужны. Сальдо торгового баланса выросло. После прошлогодней паузы немного ускорилось промышленное производство. Полезнь принимает здоровые формы. Продолжает развиваться аграрно-промышленный комплекс. Думаю, что по результатам года его рост составит 3,3%. И, как вы знаете, в этом году у нас рекордный урожай. Так огромный урожай окончательно опять подорвал нашу экономику. Ну под каким девизом покупать зерно? Жирные вороны со всего мира, что светились на невиданный урожай. С интересом наблюдают диковинных людей. Подайте голодным, у которых огромный урожай. Главным итогом года в социальной сфере нужно назвать, конечно, позитивную демографическую динамику. От нашего человека не остается сейчас предметов жизнедеятельности. Только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы с вами или нет, до сих пор неизвестно. Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего. Но исходим из того, что нам многое не сделано из того, что мы планировали сделать. И говорили о том, что мы должны сделать по диверсификации нашей экономики в течение практически предыдущих 20 лет. Только соединив прошлое с будущим, вычеркнув чертовой матери настоящее, мы будем жить и работать опять на энтузиазме, опять без зарплаты. Ну тут уж, 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 тут уж. Возможно ли дальнейшее снижение цен на нефть? И будет ли это влиять на национальную валюту? И соответственно все другие показатели, включая инфляцию? Да, возможно. Что мы в этой связи собираемся делать? Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают, не могут объяснить и молчат. Я один говорю в подавляющем месте, что у нас будет лучше. Потому что что же мы же, тогда же мы же, что же, кто же мы же, тогда же, где же, когда же, что же мы же, когда же, что же, что же мы же, тогда же, кто же. Безусловно, если ситуация будет неблагоприятна вот так развиваться, то нам придется вносить какие-то коррективы в наши планы. Вот я тебе говорю, сейчас многие уезжают, то на запад, то на восток, у нас будет лучше. Я остаюсь здесь, никуда здесь, хуже, чем мне угодно, но у нас будет лучше. Станет лучше обязательно. Станет будет быть. И наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года два. И повторяю еще раз, после этого рост неизбежен. В том числе и потому, что экономитура внешнеэкономическая будет меняться. Просто будет происходить структуризация самой экономики. Как быстро это будет происходить? Трудно сказать. Но то, что это будет, это неизбежно. Вот я хочу это подчеркнуть. Это по факту жизни произойдет. У нас будет лучше. Хотя слово будет уже почернело от бесконечного потребления. Оно уже черное, это слово будет. Поэтому в целом, и повторяю, и это безусловно, мы будем исполнять все наши социальные обязательства. Все будет и будет. Оно почернело, это слово, но оно еще сгодится в работе нам. Все сгодится. Ему придать прежний блеск, оно приобретет новый смысл. Я все-таки хотел бы немножко уточнить, Владимир Владимирович. Вот судя по ситуации в стране, сейчас идет глубокий валютный кризис. Такое, что даже в Центральном банке говорят, что в страшном сне не могли предусмотреть. Как вы думаете, за эти два года, которые вы говорите, через два года будет лучше? Пройдем ли мы через финансово-экономический кризис? Этого никто не может сказать. Здесь очень много факторов неопределенности. На мой взгляд, должна состоять конкретика. И что делает, собственно говоря, Центральный банк и правительство? Нужно для того, чтобы стабилизировать национальную валюту, немного зажать рублевую ликвидность пока. Нужно работать с теми же экспортерами, у которых достаточно большая валютная выручка. Сейчас так, связать деньги населения, потом их самих. И все. Вернее, развязать им руки и связать их деньги. А потом наоборот. И рынок даст себя знать. Ничего, что без объяснений. Ничего, давай. 12 числа в 8 утра на рынок. Все. Ничего, что никто не понимает. Ничего. Беги пока на рынок торгуешься. Так или иначе, экономика будет приспосабливаться. На чем основан мой оптимизм? На том, что экономика неизбежно будет приспосабливаться. Сейчас окончательно разваливается питьевая, сырьевая, табачная, военная промышленность. Все это развалится, а остальные перейдут к рынку сами собой. И все. И все. Отвар на настой, а курки на объедки, и курки на обмылки. Рынок такой. Не хочу занимать вашего трансляции, пацан, всех вашего. Понимаешь? Вот. Это так, нет, так, нет. Так у нас будет лучше. У нас будет, будет. Потому что, а где же еще? Компания, так же, как и рядовой гражданин, тоже думает, как бы что-то приберечь, припрятать на черный день. Простой человек думает, что такое, какой рынок, куда бежать, что продавать, где покупать, где стоять, где можно, где нельзя. Правильно ли это экономическое поведение? С точки зрения экономической логики, нет. А так, нет, так у нас будет лучше. Хуже уже просто некуда. Поэтому будет лучше. Ага, что же. И ничто не переубедит меня. Ни голод, ни холод. Ни то, что попродавали все с себя. Владимир Владимирович, я думаю, что сегодня очень многие ждали вас, вашего приходного пресс-конференцию. Все гадали, какое настроение будет у Владимира Путина, потому что от этого во многом зависит настроение в стране. И вы пришли, и вы несколько раз уже улыбнулись. И спасибо вам за ваш оптимизм. И надеемся, что все действительно будет так, как вы сказали. Мы по-прежнему сидим на этой проклятой игле. И неизвестно, сколько еще будем сидеть. Вот скажите откровенно, вы как чувствуете, сможем ли мы использовать нынешний кризис в благих целях? С мужем ли, с иглы съесть, перестроить экономику. А мы же, что же, где же, когда же, мы же? Когда же, что же, мы же, то-то, что. Спереди нас плетутся только Куба и Албания. А когда же, мы же, что же, где же? Ну, Албания. Ну, мы же, что же. Вот так втроем придем мы к светлому будущему, а как. Будем во всем светлом вот так сидеть. Ну, что, а что, сколько же можно, сколько же можно? Мы-то даже, кто же, где же? Есть ли у вас сейчас уверенность, что ваши постулаты, ваши мысли, ваши решения на этот раз все-таки будут выполнены и оптимизм ваш будет подтвержден более реальными шагами? Так у нас будет лучше. И вот сейчас я подхожу к ответу на ваш вопрос. Но если конъюнктура складывается иначе, тогда сама жизнь подталкивает к тому, что деньги надо вкладывать в другие отрасли. И вот это вселяет оптимизм, как ни странно. Да, будет сложнее в чем-то. Да, нам нужно будет решать социальные вопросы, во что бы это ни стало. Жизнь все лучше и лучше, скрывая это. И просят все больше и больше. Потому что, а что же, когда же, сколько же можем? Вот, а так нет, так у нас будет лучше будет. Потому что, если мы доживем, конечно, мы часто не доживали до этого. Ну, что же, каждый второй, ну, тут уж, тут уж, на первый и второй рассчитались, ну, что же мы доживем? Вот, а так у нас будет лучше. Потому что, ну, когда же, сколько же можно? Что же, мы же доживем? Тоже же, всех почти поменяли, а что же мы же доживем когда-нибудь? Большое вам спасибо за внимание. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом.